Привет, друзья! Давайте поговорим о статье от 130 «Пьянки за рулем» и о том, как на меня ее сфальсифицировали и что там дальше. Во-первых, я хочу высказать вам большую благодарность от меня лично за поддержку, за то, что вы поддерживали это видео, писали комментарии, делились в социальных сетях. И большое спасибо всем моим коллегам, адвокатам, юристам, кто предлагал мне свою правовую помощь. Но пока я в ней не нуждаюсь, но все равно спасибо большое, очень-очень мне было приятно. Поэтому попрошу тоже этим видео. Единственное, что мне от вас надо, чтобы вы поделились им максимально в социальных сетях, чтобы все наши сограждане знали и понимали, что у нас может происходить, что это может произойти с любым человеком, и чтобы знали, как себя вообще защитить и что делать. Давайте, друзья, поговорим о моем деле все-таки. Значит, на меня составили 130-ю статью. Я типа ехал на каком-то автомобиле, номер какой-то там непонятный, который от другого автомобиля. Сотрудники полиции меня остановили, они за мной погнались на автомобиле и записывали даже все, оказывается, это на видеорегистратор, что там происходило. Но об этом чуть позже. Из протокола что я узнал? Что оказывается, во время данного действия, составления статьи 130-й, изъяли у меня водительское удостоверение. Хотя мое водительское удостоверение находится со мной. Номер водительского удостоверения там абсолютно другой. Кроме того, сотрудники полиции указали какой-то левый номер телефона. В протоколе, который вообще ко мне никакого отношения не имеет. Как же меня уведомляли? Как вообще меня можно было уведомить? Адрес там не мой, какой-то авидеополь, что-то непонятно. Сейчас я вам покажу. Значит, в суде сфальсифицировали вот такой вот документ. Заява про отримание судовой повестки в электронной форме за допомогой смс-поведомления. Вот так вот она выглядит, эта заява. Тут даже есть дата 05.06.19. Моя фамилия, имя, отчество, Малиновский суд, это дело. Ну, что-то единственное, подписа нет. Документ, так сказать, оригинальный. Вот тут код суда, вот эти все их штык-кода. Типа от меня такая заява в суд поступила. Хотя, ну, без подписи. Но в деле это все есть. Что далее делают работники суда? Они берут, составляют вот такую вот, я вам покажу справку. Справку от доставки смс-сообщений. Типа, что мне, сейчас я вам скажу, 05.06.19.11.29. И тут текст сообщения, что вызываем, тра-ля-ля, витповедальная особа, помощник суди какой-то Ковалева, че, что-то такое. Не знаю. Ну, в общем, они тут расписались. И типа, все хорошо, меня уведомили, опа, и решение приняли. Хотя, изначально в этом протоколе, из моих вообще данных, из моей информации, это только фамилия, имя, отчество и моя дата рождения. Все остальное там какое-то вымышленное, фейковое и так далее. Ну, не имеющее, скажем так, никакого отношения ко мне. Далее давайте осмотрим протокол. Протокол про административное правопорушение. Вот он так вот идет. Здесь моя фамилия, имя, отчество, Украина и дата рождения, короче. Все остальное левое, Ситроен, какой-то номер, что-то непонятно, какие-то понятые. Опять же, я не знаю, в полиции кто работает. Тут подпись одна, тут подпись другая. И написано, тримчасовый дозвел на право окрывания такой-то, тримчасовый вылученный документ такой-то. Хотя, мое водительское удостоверение у меня находится со мной. И, в принципе, никто у меня его не изымал. Далее, так сказать, самое интересное. Я здесь сделал, не знаю, ошибку, не ошибку. Ну, коллеги, пусть меня исправят. Я не стал пока писать апелляционную жалобу. Я написал заявление, чтобы отменили данное постановление по вновь выявленным обстоятельствам. Есть определенная практика Европейского суда по правам человека. Я на нее сослался. И судья, там уже был судья другой, не Морозова. Она взяла отвод, я так понимаю, от моего дела. Уже судья был там какой-то Мурзенко. Я к нему пришел. Он, естественно, был настроенный против тех людей, которые нарушают 130-е и бухают за рулем. Он, конечно, стал там все смотреть, так как они там все обычно смотрят весьма формально. Но первое, что его очень смутило, что номер водительского удостоверения, он не совпадает. И после этого он сказал, ну, типа, понятно, но у нас все равно есть доказательства, что вы виновны. Есть видеозапись с нагрудных камер сотрудников полиции. И мы сейчас докажем, что все-таки вы виноваты. Давайте, друзья, вы посмотрите видеозапись и скажете, похож ли тот человек на меня. Смотрите. Доброе утро. Снимили водителя. И теперь чуть-чуть раз Валерий на автомобиле. Поворачиваю налево, включу поворотник направо. Явные вознаки отзывного опьянения, наркотического. Нет, нет, нет. Текундочку. Не надо. Так, смотрите, все фиксируется на боди-камеру. Будете проходить алкотащерскую помощь прибора драги? Алкоголь пили сегодня? Нет, сегодня нет. Смотрите, запаянные трубки, выбирайте любую. Да выбирайте любую. Я знаю, это 130, давайте открывайте ее. Буду и все. Выбирай, одну, первую. Да не надо мне любую выбирать сам. Еще, еще, сильнее, 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 сильнее. Вот, все, шелкнул. Допусти, но норма 0.2. Я знаю, что это норма, я знаю, что это 130. Когда пил? Вчера? Вчера тебе стал дождением было. Я говорил, ты рассказал. Я совсем. Камера. Камера, мотор, драйвер. Один из... Можно 0.2, но тут немножко больше. Я помню. А теперь, друзья, вот мне интересно, что вы напишите в комментариях. Вот какое решение мог принять судья? Что он вообще решил? Он заседание назначил и, как бы, в принципе, значит, я все нормально написал. Сейчас вы прослушаете, что и шел судья. Раховачий, витомный суд не вбачает право подставки для стосования новодей закону, а саме норм криминального процессуального кодексу Украины з метою забезпечення права заявника на перегляд казаної постанови з підставки визначених заявок доходить висновку про відмову в задоволенні заявок. Вот такое вот решение судья принял, друзья мои. И тут, конечно, разговор идет о большом уважении к судям. Я их очень за такие решения, которые я не принимаю, уважаю. И я уверен, что вы тоже их уважаете именно вот за такие законные полностью, я уверен, решения. Но, естественно, я на этом не остановлюсь. И я уже, в принципе, сегодня подал апелляционную жалобу. Вот она, в принципе, уже подана, зарегистрирована. Будем ждать, что там решит другой судья в апелляционном суде. От себя лично я могу заметить, друзья, что на моем месте может оказаться каждый. Поэтому все ссылочки для проверки себя по вот этим всем реестрам и так далее я оставлю в описании. К данному видеоролику сможете перейти и проверить свои данные. Может, вы там тоже где-то чего-то совершили, а об этом и не знали. И, не говорится, живете себе спокойно, а тут такое хоп, как у меня раз и случилось. Поэтому обязательно проверьте свои данные в данных реестрах. Я вам рекомендую это сделать. И еще я хочу сказать одну вещь. Вот, друзья, вы поймите, я же юрист, я адвокат, я уже достаточно много лет работаю. И мне не надо, допустим, все вот эти усилия бесполезные на самом-то деле, чтобы доказать, что я не я и хата не моя. Тратить какие-то деньги, нанимать себе адвоката, юриста, нервничать и так далее. Хотя я тоже переживаю, естественно, и нервничаю. Но все-таки для меня это более привычный процесс, и я к этому отношусь весьма и весьма спокойно. А все-таки вот представьте, если вы окажетесь на моем месте, что вы будете делать, где вы будете искать адвоката, и сколько надо денег, чтобы это все обжаловать, действительно отменить, чтобы доказать, что вы никогда в жизни не совершали такие какие-то правонарушения, которые вы действительно не совершали. А если еще представим другое, мне рассказывал коллега с Киева, большой ему привет. Что там все составлено правильно. Тут-то у меня данные неправильно, все неправильно, видеозафи, все, короче, это левое. А если там было бы составлено все правильно? Если бы полиция залезла в базу и написала правильные мои данные, подставила бы каких-то своих понятых, сделали бы все неправильно, написали бы мою машину, которая на мне зарегистрирована, мое водительское удостоверение. Что бы я тогда доказывал? Как бы я тогда доказывал? Даже я, честно сказать, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Можете об этом написать в комментариях, друзья мои. Кроме всего, что я показывал в данном видеоролике, я ходил в суд, там ходил к руководителю аппарата суда, ходил в исполнительную службу. Я это тоже все на видео записывал, в это видео я это не вставлял. Если вам интересны эти моменты из аппарата суда, из исполнительной службы, я могу отдельно какое-то видео в дальнейшем записать и показать эти все мои мытарства, все эти мои усилия, для того, чтобы доказать, что я ничего не совершал. И какое, кстати, отношение у госслужащих к гражданам, которые действительно потерпели от нашей правовой системы, таким как я. Поэтому еще раз прошу вас, поделитесь, пожалуйста, данным видео в социальных сетях и поставьте палец вверх. Это самое-самое такое ценное для меня, что вы можете сделать на сегодняшний момент. Благодарю за внимание. Пока-пока.